Мне всегда было интересно, как оперные певцы берегут свой голос? На самом деле вопрос не ко мне, а к гостям. Я точно знаю, что они и мороженое едят. То есть они могут выпить холодный сок, холодную воду. Но точно не перед каким-то таким значимым событием. Но они такие же люди, и лучше давай спросим. Подожди, а могут они родиться вот с этим голосом? Может быть, родился и сразу баритон такой. Наш сегодняшний гость однозначно родился с низким баритональным голосом. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio. С вами вновь Баян Исентаева, Динара Саджан. И наш сегодняшний гость, оперный певец, заслуженные дети Республики Казахстан, Сундет Байгожин. И, наконец-то, цветы. Добрый вечер. Спасибо, очень-очень неожиданно. Сундет, здесь его большое. Очень приятно, что... Они весенние цветы, так как очень холодно, они немного... Ты первый мужчина, который пришел в нашу студию с цветами. Сундет, давай на ты, да? Все-таки мы в жизни и на ты. Я думаю, что можем позволить себе и в нашей Sky Studio тоже на ты. То есть ты такой вот интеллигентный парень, такой вежливый, обходительный, знаешь, как оказать знаки внимания, всегда. Ну, это, я думаю, что любой уважающий мужчина должен это знать. Ну, ты первый. Тем не менее, это влияние твоего западного образования возможно, потому что столько у нас было и образованных, и интеллигентных. Действительно, когда мужчина приходит с цветами, да, это элемент тонкого воспитания. Тебе мама дала такое воспитание, которая говорила тебе там, Сундет Бала, ты должен уважать женщину, ты должен дарить ей цветы, ты должен закидывать ей комплиментами. Или все-таки это влияние Запада, где ты учился, в Италии, где, мне кажется, женщины, ой, мужчины более обходительнее. Я с гордостью могу сказать, что мои родители вложили все и, как сказать, воспитывали меня, ну, как подавать мужчине. А то, что сегодня я сделал, ну, как бы принес вам цветы в знак того, что я никогда их вам не дарил лично. Да, и я же иду к вам в гости, а у нас принято, если идешь в гости, надо что-то с собой взять, поэтому я решил вас так приятно удивить. Вот мне интересно, вот я спрашивала Баяна, как оперные певцы берегут свой голос, да, и тем более у тебя такой роскошный баритон. Бархатный. Бархатный. Вот видишь, как мы сегодня оделись. Да, мы специально вот под твой голос, под твой голос нарядились. Или фраг, да? Да. Суньдет, вот ты же молодой парень, тебе всего лишь 30 лет. Да, совершенно верно. Но ты при этом уже заслуженный деятель Республики Казахстан. Наверняка ты ведешь образ жизни и молодого парня, и, может быть, иногда алкоголь, сигареты, холодная, не знаю, вода. Как-то влияет же на твой голос? Знаете, конечно, надо соблюдать режим. Определенный режим голосовой. Гигиена голоса соблюдать. Но так как я каждый день нахожусь в театре, каждый день занимаюсь, в день по два, по три часа уделяю себе времени, приходится, надо быть в форме. Поэтому я, как вы уже сказали, не употребляю сигареты, спиртное. Это, конечно, очень вредно для голоса и вообще не советую. Всегда в себе в этом отказываешь? В этом именно, да, конечно, потому что я немного, у меня есть братья, у нас вообще четверо в семье, у меня есть два брата, которые учились арабскому языку и основ ислама. И с детства я был более, как сказать, религиозным, более какие-то понятия во мне религиозные уже тогда сформировались благодаря моим братьям. То есть ты себе не позволяешь, да? Нет, я себе не позволяю этого. Никогда в жизни не позволял? Позволял, но не позволяю. Когда-то было. В одном из интервью ты сказал, что ты такой трудоголик, целеустремленный. То есть ты каждый день действительно работаешь над тем, чтобы быть лучшим? Я не могу сказать, что я прям каждый день занимаюсь, но... Ну ты же хочешь оставаться ведущим певцом? Да, я всегда нахожусь, стараюсь находиться в форме. Но это не всегда удается, потому что есть разные факторы. То, что горло может заболеть, да, или что-то, ну, простудился, да, по этому поводу. А так я всегда стараюсь держать себя в форме, потому что очень ответственно будет оперным певцом. И в то же время очень сложно, потому что сама слово опера уже подразумевает, если перевести с итальянского языка, это труд, работа ежедневная. И когда ты находишься в форме, оно тебе немного легче дается. Как говорил один наш коллега, это кровавый труд на самом деле. Синдет, вот оперное искусство, это такое, ну, элитарное, скажем, да, богемное искусство. И я бы даже сказала, интеллектуальное искусство. Если бы туда человек, там, допустим, с низким макью, конечно, не пойдет мне на оперу, он не купит дорогостоящий билет. И на твой взгляд, на сегодняшний день, насколько востребовано вот твое искусство? На сегодняшний день у нас есть замечательный театр Астана-Опера, который всего существует два года, да? До этого у нас был театр Куляш-Баситова, я имею в виду в Астане, где я проработал 10 лет. Когда она закрылась, мы все прослушивались и перешли в Астана-Опера. И с тех пор, вот два года, я продолжаю свою деятельность там, работаю, представляю театр Астана за границей, хоть пусть бы это будут дни культуры в каких-то странах. Вот видишь, опять требования за границей и дни культуры Казахстана. Я сейчас спросила, здесь кто приходит на оперу? Здесь я сейчас наблюдаю то, что в оперный театр приходит много людей. Потому что с появлением нового театра Астана-Опера появились новые кадры, которые разбираются в этом деле, которые хорошо делают свое дело, умеют делать рекламу, создавать, билеты продаются. Даже я вот в апреле месяце, в прошлом году, на первом сезоне, делал свой сольный концерт в камерном зале. Полный зал был, даже стулья ставили, понимаете? Возможно, это веяние моды, потому что новый театр, новая столица, модно сходить, вот Динара любит ходить в красивых платьях на оперы. Это веяние моды, или ты действительно понимаешь, о чем они поют? Вы знаете, опера это образцовое витнес-куство. Я хожу на определенный, вообще, вот честно скажу, я оперу не особо люблю. Мне больше нравится балет. На самом деле, когда примеры, в Астана опера часто бывает такое, что вот на портер ты билеты купить не можешь. Почему, да? Потому что на самом деле стало модно приходить в Астана опера, зачекиниться, сфотографироваться возле мраморной лестницы и сходить, пустить, так скажем, хотя бы первый акт. Я не думаю, чтобы услышать голос, брать надо именно место в портере, потому что весь звук, который идет, он идет в зал. И она как бы... Нет, ну ты рад тому, что действительно сходить в Астана опера стало модно? Не то, что модно, это Астана опера на сегодняшний день, это символ столицы. Точно так же, как в Париже узнают, там, Гранд опера в Америке, Нью-Йоркен Метрополитен опера, точно так же у нас есть Астана опера. И она должна работать, понимаете? Ты работала в театре возле вокзала, где театр оперы Галя Шпаситовой. Там ведь не было такого аншлага, признайся. Я могу сказать, что я сам только начинал, поэтому у меня в основном я был занят тем, что я искал себя... Народ был там? ...как певца, становление своего голоса, я не смотрел, кто есть, что есть. Ну, народ был? Для меня, например, очень приятно, если даже 2-3 человека сидят выступать. Ну, смотри, я вообще о том, что насколько присуще нам генетически оперное искусство. Допустим, в Италии это их народное искусство, это искусство из народа, да? То есть они понимают, о чем они поют. Вы в основном поете на итальянском языке. Да, и на итальянском выручку. Я понимаю, это я человек с музыкальным слухом, я могу прийти, посмотреть, там, человек плохо поет или хорошо поет, он харизматичен, артистичен или нет. А вообще, когда приходит обычный человек, да, у него есть деньги купить билет, он приходит, он не понимает вас, вы поете на итальянском языке. А если вы поете на казахском языке, он вдвойне не понимает, потому что вы непонятно поете. Почему? Знаете, в этом заключается мастерство. Я не понимаю, о чем. Я совершенно не согласен с тем, что ничего не понятно. Это зависит от певца, человека, как он учился этому делу, все, что требуется. Давай сейчас, вот, спой, пожалуйста, какую-нибудь, ну, какую-нибудь арию из какой-нибудь казахской оперы. Я просто хочу, пойму я сейчас, о чем ты поешь или нет? Только не старайся выговорить каждую букву. Как ты это делаешь на сцене? Нет, у меня с дикцией проблем никогда не было, если честно. Давай, спой, пожалуйста. Я сейчас готовлю оперу Абай, и там есть в начале первой картины или второй картины, я уже сейчас не помню, есть песня Абая, и он поет. 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 Браво. Действительно, великолепная дикция, я все определенно точно поняла. Сегодня не распевался, поэтому, честно, работы нет сегодня. То есть, получается, можно по качеству оперного певца проверить так, выговаривает он, то есть, четко ли он поет или нет, так получается? Понимаете, здесь не только текст, здесь еще и петь надо, понимаете? То есть люди должны понимать, о чем поются? Да, конечно. Потому что я вот так же, как баян, я не слышу. Для меня это все один большой длинный звук, а если не либретто, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ну, конечно, в либретто оно должно быть все описано. Но если мы поем на итальянском опере, то всегда есть перевод. Понимаете, сейчас есть даже такие зрители, которые приходят на определенного артиста. Они вот слушают, они даже смотрят, как он в эту ноту взял. Это точно, скорее всего, музыкант или уж очень взыскательный слушатель? Конечно, в оперном искусстве есть свои слушатели. Это люди, не знаю, я не могу их определить. Ну, это как джаз, да? Джаз слушает человек, который понимает джаз и оперу слушает человек. Возможно, сейчас это модно, когда ты приходишь, ты не понимаешь, чем поет Судет Байгожа. Но ты понимаешь, что это Судет Байгожа, что это звезда оперного театра. И почему бы не прийти и не послушать на него, да? Я не знаю, возможно, возможно, так и есть. Лично я хочу сказать, что я, Судет Байгожа, узнала благодаря казахстанскому шоу-бизнесу все-таки. Потому что я видела тебя на сцене со звездами, с попсовыми звездами, да? То есть ты поешь, после тебя поют Хайрат Нуртас, или там до тебя Кешью поют. То есть ты все-таки для меня стал открытием не через оперный театр, а через казахстанский шоу-бизнес. Да, я уже 12 лет, как сказать, занимаюсь классическим пением. И я всегда работал в театре, не знаю, всегда занимался над совершенствованием своего вокала. И не всегда доволен им. Но то, что вы говорите, что я появился в шоу-бизнесе, это говорит о том, что я люблю вообще музыку. Я не могу его разделять, это пабса или что-то. Но, конечно, у каждого свои определенные зрители, да, какие-то требования. Но очень много друзей у меня там, понимаете? Очень много друзей, с которыми, ну как, я не могу им отказать, потому что мы в хороших отношениях. И я думаю... Ну для тебя это не зазорно, да, спеть рядом там же, вот где Мария Магдалена Чип-Чип-Чип, и тут же выходит Сундет Байгожин и поет итальянство. Знаете, это же то, где я выступаю, это же большие сцены, понимаете? Но ты же выступаешь не только на больших сценах, там, в Гранд-Опера, на Астана-Опера, ты же выступаешь и на обычных... Я имею в виду гала-концерты, вот такие, правительственные концерты, это большие сцены. Но я вас уверяю, что это в основном большие сцены. То есть для тебя это нормально? Ты не считаешь, что вот я все-таки оперный певец? Нет, нет, почему? Я не думаю, что это надо так разделять, потому что, не знаю, это музыка, это, ну, вот этим мы живем. Я, например, живу музыкой тем, что я этим делом занимаюсь. Но ты считаешь попсу музыкой? Да, конечно, естественно. Кстати, я хотела сказать об отношении, меня это несколько обижает, и очень часто, когда певцы с оперным образованием, с классическим образованием, они считают, что артисты, скажем так, более легкого направления музыкального, это такие необразованные, кстати, об этом часто говорит Бибигуля Ахмедовна Тулигенова, она считает, что... Ну, она может себе это позволить, потому что... Ну, вот она говорит, что это необразованные, что это вообще не музыка, что это самодеятельность и так далее. Вот, а Сундиет Байгожен современный, ему 30, он сейчас поет в дуэте, там, с Кевшей, там, или с Хайратом Нуртасом. Он говорит, что это музыка, это все-таки музыка? Да, конечно. Понимаете, я не эксперт в этом деле. Дело, которое я занимаюсь, это классическое академическое пение. Это такое пренебрежение, именно у людей вашего образования, классического. Я за кого-то не могу отвечать, извините. Но ты же понимаешь, почему они так думают? То есть ты же с ними дружишь, общаешься? Ну, я не могу за своих коллег отвечать, извините. Я отвечаю за себя. В целом, ответь за команду, которая за тобой. В целом, за всех, я думаю, что какой бы ни был певец, имеет место быть, он имеет право на существование. Чем заниматься, там, какой-то ерундой, там, да, знаете, все же может случиться в этой жизни или чем-то, не знаю. Ну, вот если, допустим, ты сравнишь, там, Уитни Хьюстон и Мария Калас, кто из них лучше поет? Разве можно сравнивать эти два направления и называть Уитни Хьюстон не певицей, например, да? Я сейчас говорю вот за коллег твоего цеха, которые говорят, что попса – это вообще не искусство. Я не могу, я же вам говорю, я не могу сказать, что попса – это не искусство, потому что это определенный жанр. Я тоже, например, люблю петь песни Муслима Магомаева или даже джаз, я очень люблю джаз. Майкл Бублей я слушаю. Ну, понимаете? То есть ты считаешь, что Вивигуля Ахмедовна Анатолия Генова не права в этом? Ты можешь это сказать сейчас, что она не права? Я думаю, что она может сказать, имеется в виду все, что она хочет сказать, потому что это человек, который, ну, человек-легенда, и она все может сказать. Это понятно, она уже сказала твое мнение. Мое мнение. Она права или она не права? Какой у вас был вопрос сейчас? Что она говорит, что люди, которые занимаются эстрадой, это люди необразованные, что это просто жанр, что это просто направление, что это вообще не музыка. Понимаете, очень много сейчас певцов разных, да? Я уже сказал, что они все имеют место быть. Кто-то меня любит, кто-то меня не любит, кто-то какого-то артиста любит, кто-то их не любит, не предпочитает, да, не любит музыку эту. Но я все-таки думаю, что если бы они были бы образованными, имеется в виду заканчивали вокал, эстрадный вокал, да, или, как сказать, мы в основном оперные певцы, я лично, вкладываю свои средства на мое обучение. Хоть бы за границей, хоть что, откладываю деньги, еду туда, какие-то предложения делаю, да? Точно так же я думаю, что должен быть какой-то совет, не знаю, который будет отбирать, что ли, этих певцов. То есть ты имеешь в виду, что... Вы же говорите, что качество певцов... Действительно, есть многие, много звезд, которые действительно совершенно не вкладывают в себя, да? В себя, да. Да, в свой голос, то есть многие вообще не заканчивают. Нет, но в оперных певцах тоже есть достаточно неталантливые оперные певцы, которые пели и, в общем-то... Но тем не менее, они учились, понимаешь, много лет. Да, они учились, но почему-то никто не писал, что вот такой-то певец, он просто элементарно фальшивен, да, но он оперный певец. Потому что они разбираются, понимаешь? Мне кажется, просто в классике меньше разбираются люди, поэтому, наверное, не говорят. Очень много дилетантов в нашем искусстве, это вы правильно заметили, да. Очень много дилетантов, и если выходит на сцену певец, и он фальшивит, это вопрос к руководству, понимаете? Кого они выпускают, понимаете? Это не к певцу. Певец, он может делать то, чему ему обучали, и все, что он может. Самое главное, любить профессию. Судет, а кто вкладывает в свое образование? Государство или ты тратишь свои деньги? Когда я выехал первый раз в Италию, однозначно мне помогло наш министерство культуры, потому что приехали итальянцы, и какое-то у них было соглашение о мастер-классе. И вот насколько, 40-45 солистов, и мы все дружно принимали участие в кастинге для отбора, чтобы поехать. И вот уже тогда, будучи в театре, меня не взяли, вот прямо отправили. Я прошел кастинг там, там же. Десять человек нас отобрали, и это была моя самая первая поездка в Италию, где я и в академии учился, учил итальянский язык, да, как это все. Но когда я поехал, это самое первое впечатление, которое для моего развития дальше дало большой-большой толчок. То есть тогда ты поехал за счет государства? Да. Или за счет итальянцев? Да, Министерство культуры, да. Это тогда еще был министром культуры Мухтар Абрарович. Кстати, не знаю... Он очень такой ценитель классики, очень любит классику. И знаете, это не только итальянский язык, там еще была техника вокала, как надо петь. Потом работа над дыханием. Потом вообще мы проходили азы ОЕ, есть ОБУКУ открытая, есть закрытая ОСЕ. Все это, как это строится, вот эта система... Сунь, дядя, ты опять учился, получил высшее образование в нашей консерватории, и тебя ОЕ учили в Италии? Ну, понимаете, у них в программу входило вот это все, от начала до конца. Ну, ты же все это знал, переучивали, да? Если честно сказать, у меня... Ну, каково наше сейчас система образования в оперном искусстве? Чего ты там не знал? Знаете, лично у меня, не знаю, это, наверное, от Бога или не знаю, я люблю, у меня страсть к языкам. И у меня в основном не бывает акцентов, когда я пою на немецком, итальянском. Я могу это... Потому что я себя записываю, слушаю, и не знаю, как сказать... От Бога, от Бога. Не знаю. А тебя петь учили или тебя языку учили? Всему учили, да. Твой уровень образования, это был первый класс, там, второй или десятый? Подождите, я хочу... После нашего обучения там. Когда я приехал в Астану, я закончил 11 класс. Я приехал из города Аркалака, Тургайской области. Не было никакого музыкального образования, там, если даже был музыкальный колледж, там не было вокала. А я всегда с детства пел, и я хотел это искусство как бы развить. Приехал сюда, благодаря людям, добрым людям, которые всегда встречались у меня на пути. Приехал сюда с 17-летним мальчиком и начал заниматься... У меня не было музыкального образования, и заплатили за мое обучение. Подготовительный курс, и мне надо было два года пройти, подготовительный курс, чтобы поступить на основное. У меня не было музыкального образования. Смотри, ты закончил консерваторию, у тебя об этом. Да, вот академия, потом 4 года академии, я должен был поступить. Вот я поступил, закончил, потом я уже начал работать в хоре под управлением Ержана Даутова в колледж-басильском театре. И оттуда, благодаря моему педагогу, Каната Абдгадру, покой, но сейчас его нету с нами, он меня начал учить каким-то маленьким второстепенным партиям. Их называют моржовыми. Вот я начал учить партии, потихоньку начал выходить. Начал себя показывать, проявлять, петь. Конечно, со временем опыт нарабатывался. Так я начал уже петь, потихоньку, но еще главной партии не пел. Нам, оперным певцам, никогда не лень. Лично для меня никогда не лень начинать все сначала. Каждый день начинать сначала. Когда у тебя голос пропадает, у меня бывало, что 3-4 месяца я не мог петь. Иногда, когда стрессы влияют тоже очень сильно. Скажи мне, а какие могут быть стрессы у тебя, чтобы голос пропал? Знаете, моя мама, ее сейчас буквально 3 года, как с нами рядом нет, она всегда говорила, что если у него есть настроение, он может и посуду помыть дома, убраться. А если у меня настроения нет, я не берусь это делать, ничего. Вот я вот немного человек настроения. А что может тебе испортить настроение? Плохая погода? Нет, плохая погода, я не думаю, что. Потому что мы северные парни, нам морозы не страшны. Ну, ты ведь такой, мне кажется, что ты позитивный. Ну, в жизни всякое бывает, понимаете, в жизни всякое бывает, но... Интриги в театре, возможно, приводят к депрессии. Нет, кстати, в нашем театре в этом плане нету никаких, как вы говорите, что-то подлаживает пуанты. Я такого не замечал. Нет, ну вот в любом театре есть интриги. Не обязательно в операх. Я приехал в Италию. Всегда кто-то становится первым, и всегда кому-то это не нравится. Ну, ты же не можешь сказать, что вот ты сейчас там номер один, и все это приветствуют. Знаете, я не могу сказать, что я номер один, потому что мы не спортсмены. Я понимаю, Серик Запиев, да, наш легендарный боксер? Ну, ты же ведущий, ты же ведущий, вот этот певец. Вот он победил, я понимаю. Подожди, ну ты же не стандартный рядовой певец, да? Да, ведущий союз. Ты же не рядовой певец, а ты ведущий певец. Вот сколько ведущих певцов в оперном театре? Около 10-11, наверное, если не ошибаюсь, я могу ошибаться. А сколько тогда неведущих? Тоже так же где-то. То есть у вас в театре всего 20 человек? Нет, где-то около 40 или 50. Ну вот, значит, все остальные 40 не ведущие? Ну, знаете, у нас же делится мастер-сцеды, ведущий солист. Потом солист и... Ну, эти подробности, ладно, но ты ведущий, ведущий певец. Ты же ведущий певец. Да, да, да. И вот Борян спрашивает, есть люди, которые тебя, так скажем, не любят в театре вашем? Не знаю, я еще такого не встречал, потому что я всегда в работе. Я прихожу в свое дело, ну, в основном люблю докаживать свое, ну, свое мастерство или, как сказать, свое... Голосом, да? Работать своей, своим делом. У нас такая работа, что надо. Выходишь на сцену, ты должен это показать. Сундет, вот в шоу-бизнесе все гораздо легче. У тебя есть хороший продюсер? Ты будешь популярным певцом. Если твой продюсер плохой, тебя никто знать не будет, правильно? Да, согласен. А как это делается в театре? У вас же нет продюсера, который скажет вашему, например, директору, вот я такой-то, да, я специалист, работаю в Милане, мой подопечный Сундет. Пожалуйста, обратите на него внимание, потому что он действительно достоин петь ведущие партии. Как происходит становление ведущего, как я сказала, моржовых партий и так далее? Кто продвигает? Сам певец, значит, ты сам себе администратор, сам себе продюсер, правильно? Согласен, согласен. Когда человек выходит на сцену, у него должен быть репертуар, багаж свой. У вас же, вы говорите, что у певцов должен быть свой репертуар, чтобы где-либо выступать. У нас также, у нас партии в багаже. Это партия такая-то из оперы такой-то, такой-то, такой-то. И у меня на сегодняшний день уколяло 10 главных партий. Так эту партию же заслужить надо. Много же сундетов, которые, я говорю, как бы, да, относительно. Он тоже хорошо поет, ну и этот прилично поет. А этот вообще красавец. А как вот получить свою партию? Мне кажется, здесь личные качества. Я хочу за технологии узнать, как продвинуться. Не надо продвигаться. У нас есть для этого все в театре. Люди, которые занимаются этим делом. Будут афиши, реклама, билеты. Нет, нет, подожди. Это же зависит от самого певца, правильно? Да, конечно. У тебя, во-первых, должно быть, если ставится в этом сезоне, например, опера Абай, если у меня нет, я его не выучил за 3-4 месяца, да, эту оперу, как я могу выйти и возьмите меня в Абай? Это проводится внутри театра кастинг. Сами вот этот художественный руководитель сидит. Все учат партию Абай. Все учат буквально. И каждый, кто лучше, того и отбирает. Мне кажется, у судьи есть личные качества, которые помогают ему вообще в продвижении самого себя. Потому что я не знаю никого, к сожалению, из наших оперных певцов, кто так активно ведет Инстаграм, например. А мне нравится просто. Вот видишь, мне нравится, что ты такой современный оперный певец. Понимаешь, что ты не только там в своем оперном театре целыми менями репетируешь, ты ходишь в спортзал, ты там фотографируешься с Хайратом Нуртасом, ты тут и там. То есть ты такой современный. Мне нравится, мне, понимаете, мне нравится. Мне кажется, твоя коммуникабельность помогает тебе в жизни? Возможно, но, знаете, не надо вот так ограничиваться, ты оперный певец и все там, остальное не умеет петь, голоса нет. Понимаете, я хочу сказать то, что все эти люди, с которыми я общаюсь, пою, да, это, ну, не знаю, действительно я с ними дружу. Для меня это приятно петь с ними. Это шикарная сцена, шикарные репетиционные залы и так далее. А сколько вам за это платят? Знаете, по условиям контракта догора... Ну, вот ты народный артист, ты уже 12 лет на сцене. Сколько получает Сундит Байгожин официально, какая зарплата? По условиям догора, которые контракты мы подписывали, мы не имеем права и так оглашать. Значит, и так много. Меня могут уволить. Я смогу сказать, что чуть больше, чем в театре Абая. В театре Абая. Ты не знаешь, сколько там зарабатывают? Я не знаю, сколько там. А должен знать. Сундит, ну тебе достаточно этих денег? Вот честно. Положа руку на сердце. Недостаточно. Недостаточно для реализации. Я же вам уже говорил, что я вкладываю в свою учебу, я много езжу. Ну вот если откинуть учебу просто на жизнь, на хлеб, на, скажем, на хорошую жизнь, чтобы жить в квартире. У тебя квартира своя или ты снимаешь в аренду? Знаете, насчет квартиры, это очень сейчас самый один из проблематичных вопросов. Почему? Вам же выделили вроде квартиры. Выделили мне. Нам в исключительном порядке подарили квартиру от президента. В исключительном порядке это 10 человек. Они все заслуженные артисты. Тебе тоже досталось? Да, мне тоже досталось, но по сей день мы не имеем никаких документов и мы даже не можем... Я не прописан, например. Нет, ну в смысле ты живешь в этой квартире? Живу, да. Но без документов? Без документов, без ничего. А сколько ты там уже живешь? Около три года. О, три года без документов? Да, у нас этот вопрос... Ты даже коммунально не платишь, получается? Нет, я все плачу. Но я знаю, что это подарок... Нет, но если вдруг сейчас тебя уволят, например, не дай бог, ты же можешь остаться без квартиры? Да, потому что... Понимаете, у меня даже на им жилья нет квартиры. У меня никаких документов нет, и я плачу за все. Мне какие-то документы приходят, что за свет, за это все. У нас ничего не бесконечно. Этот вопрос стоит открытым. На сегодняшний день мы обращаемся... Может быть, он намеренно стоит открытым? Чтобы, как бы, так сказать, держать вас привязанными к... Ну, извините меня, нормальный человек. Я, например, солист своего театра, ведущий солист театра основной оперы. Я же должен быть прописан в своем доме. Да, тем более, сейчас по закону без прописки... Получается, что... Могут прийти еще и милиционеры домой. Да? Ну, квартира хоть большая. Очень приятно, что президент нам дарит... Делать такие, как сказать... Роскошные подарки. Подарки, потому что... И это хороший стимул, да? Это хороший стимул для работы, потому что у тебя уже условия создаются возле театра. Ты хочешь работать, бежишь, работаешь. И не думаешь о том, как заработать на корпоративе. Конечно, конечно. Но при этом ты зарабатываешь где-то на корпоративах, рядом. Я выступаю в основном на большинство сцен. Это большие сцены. На правительственных концертах? На правительственных концертах. Плюс еще какие-то приемы. А гонорар большой? Нет, нормальный. Нормальный? Нормальный это сколько? Нормальный гонорар. Разный? Вот как у Кеши группы, или как у Хайрата Нуртаса, или как у Миру Эрта Субаевой? Не знаю, это вопрос. Не знаю, это решается на месте. У нас был один прецедент касательно Сундета, когда мы пригласили его в участие в шоу «При воплощение», где он, кстати, показал себя с самой-самой на лучшей стороны, как наиталантливейший артист. Артист, который, имея классическое образование, перепевал артистов эстрады. Сундет говорит, что ему оплатили перелеты, все понятно. И, естественно, мы должны сделать доставку артиста до места, где он должен проживать в данный момент. Естественно, мы высылаем ему машину, она несколько не того класса. На что Сундет говорит, я не поеду на этой машине, потому что она мне не нравится. Садится в другую машину, в такси и уезжает. Сундет, это правда? Это правда. От тебя вообще такого не ожидала. Это правда. Но знаете, мне не понравился водитель, потому что он меня второй раз встречал. Я первый раз сел, кстати, а второй раз уже не сел, потому что там такой бардак, такой запах стоит там неприятный. Я не могу себе... Я лучше возьму такси и сам приеду. Так я и делаю. Ну вот это отношение человека к себе. Не понравился водитель, возможно, он был не... Да, вот так медленно ехал, я опаздывал самолет, у меня сольный концерт на носу, вот, он так медленно ехал, я говорю, можно быстрее, я опаздываю сейчас съемкой, мне еще грим надо три часа делать, да? Но водитель просто был неопрятен, ну, неопрятен. Ну, как бы абсолютно нормальное требование, когда человек неопрятен, он неприятен. Нет, не в том, что неопрятен, я не это имею в виду. Просто в машине плохо пахло очень сильно. Сундет, но ведь большинство артистов вообще на это не обращают внимания. Главное, чтобы оплатили перелет, главное, чтобы бесплатно доставили, я думаю, что половина артистов, чем платить за такси, лучше бы и сели бы неопрятному водителю и пускай у медит. Я не говорю про сумму машин, ну, там хотя бы должно быть чисто, и организаторы это должны учесть, они должны знать, кого они встречают, понимаете? Да, кстати, после этого мы стали мыть машины. То есть ты такой капризный? Нет, нет, не капризный. У меня все по настроению. Хорошо, а сам на каком автомобиле ты ездишь? Обычная машина белого цвета, марки Лексус. Хорошо, а Лексус. А джип? Да. Какого года? 12-го года. 12-го года. Купил, подарили? Заработал. Заработал. То есть ты все-таки хорошо зарабатываешь, получается? Ну, в начале была другая машина, потом другая, потом другая. Я не скажу, что я очень много зарабатываю, но на сегодняшний день, я думаю, что достаточно. Николай Басков берет гонорар 90 тысяч евро за одно выступление, за один вечер. Басков, который тоже был оперным певцом. Неплохим, да. Неплохим, да. И вот он поменял немножко квалификацию и стал попсовым, да, поп-певцом. И зарабатывает вот такие вот большие деньги. У тебя не бывает таких мыслей, что вот если ты сейчас немного поменяешь все направление, что ты тоже можешь больше зарабатывать? Я не ставлю цель, саму цель зарабатывать деньги. Если у меня здоровье позволит, сколько я смогу петь, сколько мне предначертано, или как говорят в русском. Да, предначертано. Я просто думаю по-казахски, потом перевожу на русский, потом говорю, понимаете? Я понимаю, теперь уже тебе поняла. Я и тут, и там пою на сегодняшний день. И там, и тут пою. И знаете, я никогда не платил за свою рекламу ни копейки. Я никогда, как сказать, не делал себе пиар. У меня даже ни одного клипа нет. Есть песня «Город мой», которую уже многие знают. На стихе «Наштанарыч» музыку написал Тулья Мухамеджанов. Там есть даже клип, где говорили, что это мой клип. На самом деле это просто вырезки прекрасных, красивых мест нашей столицы. На сегодняшний день нет у меня ни одного, ни клипа. Это раз. Может, это с другой стороны даже плохо для меня, потому что в этом плане я еще должен, может, работать, потому что… А что нужно, во-первых, на певцам клипы? Я думаю, что для себя… Ну, Басков как раз пригодились. Не, ну, Басков уже когда начал по псу петь, тогда ему пригодились. А до этого он раз и снимал. Понимаете, человек выбирает свою судьбу сам, как дальше двигаться. Может, ему так лучше или легче. Деньги для тебя разве не стимул? Ты же мужчина. Пока у меня есть голос, я всегда заработаю. Сидит, а вот у тебя есть сын? Нет. И у тебя две дочери, да? У меня одна дочка. А, одна дочь. Ее за в санне. А вот если бы у тебя был сын, ну, ты бы наблюдал за ним вокальные какие-то уже способности, ты бы хотел, чтобы он стал оперным певцом? Если действительно есть данные, действительно, если это я вижу, да. Ну, вот он ребенок еще, вот ему 5 лет. А, 5 лет невозможно, невозможно это определить. Определить невозможно. Невозможно, потому что для мужчины он должен пройти определенный вот этот переходной голос, когда меняется. Этот возраст должен перейти. Ну, в общем, ты не против. А вдруг оказался бы не совсем способным и пел бы в хоре где-нибудь на 6-м ряду. Это вообще профессия для мужчины? Оперное пение? Да. Это колоссальный труд. Это колоссальный. Каждый день трудимся над собой. А в хоре петь? В хоре петь это тоже своя деятельность, хоровое дивизиальное. В смысле, это тоже круто? Конечно. Кому-то нравится, кто-то... Я же сам пел там. Полтора года я просидел. Ну, тебе же не понравилось, ты же захотел стать ведущим оперным певцем. Понимаете, я когда в хоре сидел, там нужен один звук, чтобы все одним звуком. А ты отвечался? Ровным, да? А у меня в голосе есть вибратор. Это и отличает солистов. И мне всегда говорили, эх ты, солист, когда ты будешь петь ровным звуком? Понимаете, я уже с детства пил, я привык выступать на сцене. Я когда уже в школе пил, в хор сзади меня стоял. И все-таки я хотел петь. А кто занимается твоим имиджем, твоим стилем? Никто. То есть ты вот даже одет не как 30-летний парень, а вот как классический оперный певец. Да. Ну, потому что у тебя жилет. Впервые в жизни к нам пришел. Даже депутаты к нам в галстуки не приходят. Да. Не знаю, я сам выбираю себе одежду. Что мне нравится, то я одеваю. В основном, сейчас я в основном люблю такой свободный чель. Ну, кстати, я видела его в джинсах. Ну, посмотри на его фигуру. Вау, я видела. Ты сейчас в одежде, а у меня есть фотография, где Суньдет Байгожин в бассейне. И фигура, я тебе скажу, у тебя очень даже неплохая. Были более откровенные фотографии? Там, видите, живота просто не видно. Нет, были более откровенные фотографии. Мы выбрали, да, поскромнее. Это в его инстаграме? В инстаграме, да. Более откровенные фотографии. Да, более откровенные фотографии. Но вот есть такие более скромные, но где видно, что Суньдет занимается спортом и следит за своей фигурой. То есть бицепсы, трицепсы, все на месте. Начал следить. Потому что я начал добреть, вот буквально за месяц я уже сбросил около 6 килограммов. Я хочу для своего дня рождения, мне 13 марта исполнится 31 год. Я хочу до этого времени дойти до 90 килограммов, сбросить еще 7,5 килограммов. Такая цель у меня. И потом уже поддерживать себя. А вообще говоря, что у первым певцам вообще-то не очень должно быть, как это сказать, резонатор называется, да? Да, конечно, нет, нет. То есть, чем больше мяса, жира, тем как бы звучнее голос, да, жирнее. Да, силы много этого, да? Да, да, да. Но знаете, я с этим согласен. Кому как. Мне, например, сейчас, так как я выступаю в Европе, езжу, мировая, как его, спрос на певцов, они должны выглядеть стройно. Все-таки стройные теперь такой. Да, стройные, красивые. Мне кажется, как-то смотреть на накачанного оперного певца, такого, знаешь, бутального, накачанного, плечастого, без живота, намного интереснее, нежели смотреть на какой-то... Да, например, Дон Жуан, опера, да, вышел, да, с таким пузом, но мне уже... Да. Ну, знаете, в основном... Все-таки зритель такой требовательный, да? Сейчас уже, ну, как бы, современный зритель такой, более-менее такой. Но можно смотреть на красоту? Нет. Вот я хотел отметить, вы меня опередили, все-таки голос главный инструмент. Не, ну, голос и плюс красота. Мы же все-таки смотрим, не только слушаем. Да. Оперный певец должен в комплексе всем этим совмещать. Ну, все должно быть в комплексе у него. Ну, много чего было сказано, но ничего личного мы пока не трогали. Ну, поскольку у нас... Табу. Нет, у нас не табу. Почему? Почему? У нас суден, когда я пригласила его на интервью, он сразу сказал, а лично мы не говорим. А, вот так. Ну, почему ты не предупредила? Формат программы «Неудобные вопросы», мы не можем избежать этой темы. Ну, задавать я все равно не могу. Я личную жизнь я хочу оставить для себя. Ну, ты хотя бы скажешь, что ты женат, что у тебя есть дети, что... Я женат, у меня есть дочка, ей скоро будет пять лет. В данный момент они находятся в Японии. У бабушки, дедушки, пока балет театра Астана-опера находится в гастролях, она как не задействована. И вот они решили... Твоя жена балерина? Балерина. Она японка? Да. Сейчас она в Японии. Да. А расскажи хорошо, не про жену, про тещу расскажи. Про тещу? Да. Расскажи. Живут в городе Наха-сити, Окинава, это перифектура, самый юг Японии. А расскажи, как твои родители ездили на Худалок? Мои родители, к сожалению, не ездили. Я сам один ездил. Не было возможности. Мне было 23 года, я был еще студентом. Скажи, как ты просил руки? Я написал текст в казахском языке, потом перевел я на японский, взял, прочитал. А не сказали? А что они сказали, он не понял. Нет, почему? Я уже когда поехал просить руки, я 80 изучал здесь, в центре Джайка. Ты изучал ее, потому что твоя будущая супруга была японка, ты для этого изучал? Да, я хотел понимать их быть. Ну, имеется в виду не то, чтобы быть, я хотел их, ну, как бы, приятно удивить тем, что я действительно, я люблю этого человека, и я хочу, как, быть членом, частью, и в семье. Как в Японии, это же народ с такой глубокой философией, который не всегда нам понятен, да? Вот, и просто расскажи немножко какого-то быта японского. Вот ты приехал, чем тебя покормили, как тебя приняли? Есть такое блюдо на бе, как наш бешпармах, это все рыбу варят, 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 там несколько рыб всякие. Это у них такое блюдо есть, которое гостям подают. Ну, что я могу рассказать? Я в основном ездил на маленькие сроки туда. Максимум я, наверное, больше всего... Ну что, теща для тебя готовила? Говорила тебе, вот, балам. У них дома папа готовит, знаете? Как это звучит? У них дома папа готовит всегда. Очень любит готовить. Суши? Нет. А что? Разные блюда. А что ты обычно ешь дома? Японскую кухню или казахскую все-таки? Я люблю казахскую кухню, но японскую кухню себе позволяю. Ты супругу научил готовить по-казахски? Нет, я, когда гости приходили, всегда сам готовил. Беспомах я сам готовил. Всегда. Ну, давай не будем. Я чувствую, как напряжение вот накаляется. Сейчас настроение упадет, уйдет. Попустя. Это у меня последний вопрос по поводу умницей. Ну, как бы интересен японский менталитет. Да, спрашивайте. Что я знаю, я вам скажу. Последний вопрос по поводу личной жизни. Когда ты с супругой ругаешься, да, ну, или ссоришься, японская жена, она повышает голос на мужчины или они вообще не повышают голоса никогда? Вот сколько мы читаем о японской философии, да, женщина никогда не повышает голоса. Вот как это... И всегда улыбается. Всегда улыбается, да. Это правда? Она нежелательно показывать как бы свою агрессию и так далее, да? Страна восходящего солнца. Вот как ты с ней ссорился? Мы никогда не ссоримся. Благодаря ей или благодаря тебе? Благодаря ей, наверное. То есть ты точно знаешь, что никакой агрессии в ответ не услышишь и ругаться бесполезно? Бесполезно. Я думаю, что нет необходимости. У нас всегда... Нет, нет, я не скажу, что так. У каждого человека есть свой характер определенный. Это плохо или хорошо, когда ты можешь высказаться на казахском, она тебя не поймет, она может высказаться на японском, и ты ее не поймешь. И в итоге вы не поймете, о чем кто что хотел, да? Но каждый там, можно сказать, высказался, да? Нет, такого нет. Нет? Нет, нет такого. А дочка, она на казахском или на японском или на русском? На каком она разговаривает? Дочка говорит на казахском, на русском, на японском. В совершенстве? Ну, на японском, когда разговаривают, очень смешно на нее смотреть. Но все-таки ее мама японка, и говорят же, на чем языке разговаривает мать, на том языке разговаривает твой ребенок. Да, она, дочка моя, со мной разговаривает на русском, на казахском, а с мамой на японском. А на какой язык она больше знает? Лучше? Лучше знает казахский, русский вместе. Может, даже и японский. Ну, не знаю, они вместе, три языка. То есть она поехала к бабушке, и у нее нет никаких проблем? Я думаю, что нет. Сунзет, я помню, мы с тобой как-то встретились в Париже, и ты сказал, что ты поешь с Дарьгой Нурсултановной партию, да? То есть был какой-то концерт, да. Это был сольный концерт Дарьги Нурсултановной в городе Париж. И ты пел с ней? Да, мы участвовали с ней, сделали несколько дуэтов, номеров, и прекрасный был концерт. Это Дарьга Нурсултановна пригласила тебя петь с ней? Или как так получилось, что именно тебя выбрали? Нет, меня пригласила в фонд Дигдар, директором, который является Лаурсултановной. Это был единственный опыт, или ты вот после этого тоже снова пел с ней? Это был мой первый опыт, можно сказать. Последний? Нет, потом мы пели в городе Кустанай, выступали вместе. Для меня очень приятно, что этот человек пропагандирует, помимо того, что у него очень много своих дел в политике, да, и она еще пропагандирует. Не то, что пропагандирует, а, можно сказать, мастер и в деле оперного искусства. Для меня очень было приятно с ней петь, беседовать. Она очень много знает. Мы же в основном о технике поем-поем, а когда она такое что-нибудь скажет, ну, действительно задумываешься. Все гениально и просто, да? Судит, вот ты солист оперного театра, и с тобой очень тяжело договориться всегда. Ты всегда говоришь, что у тебя контракт, что у тебя договорная основа, что у вас очень много запретов. Знаете, я даже сегодня не сказал. И та же была неприятная ситуация, когда ты на половине проекта говоришь, что руководство театра запрещает тебе участвовать в каких-либо телевизионных проектах. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вообще это правильно? Вот такие достаточно кабальные условия. Ты работаешь в театре, и при этом тебе говорят, тебе вот это можно, а вот это нельзя. Если это касается конкретно оперного моего исполнения, да? Например, меня сейчас свободно отпускают спеть, представить нашу страну за границей, спеть в опере, получил контракт. Они никогда ни в чем мне в этом плане не отказываются. Если это касается оперы? Если это касается, да, оперы. Ну, знаете, в театре, наверное, все-таки у нас сейчас Астана-Опера построена, я думаю, что документация, не думаю, а знаю, что все построено на опыте зарубежных театров. Понимаете? Но у тебя прописано, да? Что я не... Договор, что ты не имеешь права принимать участие в телевизионных передачах. Нет, это не написано. Я должен это согласовать с нашими СМИ, которые внутри находятся, в нашем театре. Сегодня я это не согласовал. Я думаю, что это никак не повлияет на дальнейшую карьеру Сундета Байгожина. Надо согласовывать это. Ну, пускай у нас будет свой Хосе Карерос, пускай у нас будет свой Лучана Повороте, пускай у нас будет Сундет Байгожин с казахской фамилией. Спасибо большое. Вы смотрели Sky Studio. С вами вновь были Баяна Сентаева, я Динар Саджан и наш сегодняшний гость Сундет Байгожин. Мы благодарим нашего партнера салон мебели «Люссо». Встретимся ровно через неделю. Не скучайте. Пока. Всего доброго. Пока-пока. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сейчас Капеллини Тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. «Люссо» – это роскошь, достойная вас.